Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Надежда Калинина. В прямом эфире для вас работает проект Союз Онлайн. В этом году Русская Православная Церковь отмечает 70 лет со дня представления преподобного старца Серафима Вырицкого. Память о святом, который оставил глубокий след в отечественной духовной истории, отмечается в Санкт-Петербургской митрополии в течение всего года праздничными богослужениями, просветительскими и культурными мероприятиями. Об одном из них расскажет наш корреспондент из города на Неве Анна Шашминцева. Аня, добрый день! Добрый день, Надя! Здравствуйте, уважаемые наши телезрители! Как этим летом жители Санкт-Петербурга и паломники могут почтить память святого Серафима Вырицкого. В преддверии праздника происхождения честных древа Животворящего Креста Господня в Санкт-Петербурге пройдет традиционный Спасский Крестный Ход. Подробнее о нем поговорим с настоятелем храма, где будет завершаться молитвенное шествие. Протереем Алексеем Успенским. Отец Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, дорогие телезрители! Хочу вас поправить, я не настоятель. Настоятели сейчас отсутствуют. Я второй священник данного храма. Расскажите о традиции Крестного Хода. Традиция достаточно давняя. Некогда приход этого храма был огромен. Территория его достигала гостиного двора. Ну, а в новейшее время, когда появился храм преподобного Серафима Вырицкого в гостином дворе, традиция эта была возобновлена. Посвящена она как раз преподобному Серафиму, священ этот Крестный Ход. И он идет из гостиного двора до нашего храма на Сенной площади и заканчивается традиционным водосвятным молебном. Расскажите подробнее о маршруте Крестного Хода. Какие места и сколько это километров? Ну, о километрах я не знаю, можно ли говорить. Вряд ли более одного составляет путь этот Крестный. Совсем легкий, в общем-то, для большинства. Формируется Крестный Ход в коре гостиного двора и шествует садовые линии вплоть до Сенной. И здесь, собственно, и заканчивается. Да, ну и на пути у нас как раз есть памятное место, где жил преподобный Серафим Вырицкий. Это Абраксин переулок, дом 20. Там есть памятная доска. Собственно, там Крестный Ход останавливается в честь памяти преподобного. И потом продолжается Крестный Ход. Можем пригласить жителей и гостей Санкт-Петербурга присоединиться к Божественной Литургии и к молитвенному шествию. Да, конечно, дорогие братья и сестры. В этом году у нас 70-летие памяти преподобного совершается. Этот Крестный Ход, он особенный в этом смысле. И молитвы преподобного, они нам чрезвычайно важны, потому что это и есть уникальный, особенный, совершенно святой, который все делал как бы наоборот. В годы гонений, в годы репрессий он из успешного купца делается монахом. И в то время, когда все его коллеги покидают родину, он бросает свое купеческое ремесло и становится подвижником благочестия и идет, можно сказать, впасть к зверю. И что интересно, что ничего с ним не происходит. Его не тронули ни большевики, ни гитлеровцы. И в этом смысле он являет собой уникальный пример святости последних времен. Батюшка, прошу прощения, время эфира нашего ограничено, поэтому спасибо вам большое за информацию. Я добавлю, что Крестный Ход пройдет 11 августа и начнется после Божественной Литургии в Домовом храме Гостиного двора, который посвящен преподобному Серафиму Вырицкому Надежде. Спасибо, Аня. Это была наша корреспондент из города на Неве Анна Шишминцева. На этом у меня все. Увидимся с вами завтра в эфире телеканала «Союз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова